Светлана Юрьевна Никулина. Собственно говоря, я так понимаю, что это Красноярский институт имени Война Яснецкого. Совершенно верно. Вот. Тут была выставка России, где мы выступали, ну Андрей выступал, точнее Андрей Павлович выступал по поводу этики искусственного интеллекта, и рядом со входом был стенд Крыма, Красноярска. Вот неправда. Я радовалась. Крыма, Крыма, и там был Война Яснецкий. Да, совершенно верно. А? Совершенно верно. Так что у вас его украли, вы его уже это самое... Мы чтим его память, там он проработал, он проработал годы Великой Отечественной войны у нас. Ну он не совсем проработал, он у вас сидел, так что давайте будем откровенны. А еще, ну, одновременно руководил Ивака Госпиталем в 10-й школе. У нас до сих пор музей там, да, где он работал, оперировал в период Великой Отечественной войны. Ну, наверное, я не буду спорить, я просто был в Енисейске, в музее, где обсуждалась его судьба, вы знаете, что он там где-то сидел в Труханске или что-то такое. И его в Енисейск вроде как, ну, припроводили. И он умудрился пойти там устроить службу в какой-то церкви полуразрушенной. И его из Енисейска опять выпихнули в Труханск. Я могу путать Труханск, но то, что его, так сказать, били там, ну, правда, не до смерти. Но все-таки не очень к нему было все хорошо. Трижды был в Красноярском крае в Силке. Трижды. Да, да. Ну, ладно, это я так попутно, извините, да. Значит, у нас сегодня фокус на управление рисками у пациента сердечно-сосудистыми заболеваниями на амбулаторном приеме. Прошу вас, Светлана, Ильяна. Добрый вечер, Павел Андреевич. Добрый вечер, уважаемые коллеги. У нас уже вечер в Красноярске. Я вижу, тут есть письма «Добрый день», «Доброе утро» из Испании практически. Всех с удовольствием хотела бы увидеть лично, но точно так же с удовольствием расскажу сегодняшнее мое сообщение. Оно уже было озвучено. Поскольку я являюсь кардиологом, то, конечно, фокус на управление рисками у пациентов с сердечно-сосудистой патологией на амбулаторном этапе. И хотелось бы начать свое сообщение все-таки с клинических рекомендаций. Клинические рекомендации российского кардиологического общества «Кардиоваскулярная профилактика-2022». В этих клинических рекомендациях очень четко изложены факторы риска, ассоциированные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но сегодня я остановлюсь только на психосоциальных факторах. Психосоциальные факторы отягощают клиническое течение сердечно-сосудистых заболеваний, повышают их риск и риск смерти. Оценка психосоциальных факторов с помощью клинического интервью или стандартизированных опросников рекомендуется с целью идентификации возможных барьеров для изменения образа жизни. И, конечно, пациентам с психосоциальными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний должно быть повышенное внимание проведения психотерапевтических определенных процедур. И пациентам с тревожными депрессивными состояниями показана психофармакотерапия. Если мы с вами посмотрим на данные, доступные нам литературы, то, согласно этим данным, посмотрите, какая большая цифра. От 20 до 70% пациентов с хронической соматической патологией имеют тревожные депрессивные расстройства. Но сегодня я остановлюсь, как я говорила, только на сердечно-сосудистой патологии. Так вот, распространенность тревожных расстройств у пациентов с артериальной гипертонией или ишемической болезнью сердца достигает значительной цифры от 50 до 60%. Но еще более отягощена как раз именно хроническая сердечная недостаточность. Тревожно-депрессивные расстройства у этих пациентов достигают 80%. Депрессия и стресс в 3 раза повышают вероятность инфаркта миокарда. А вот ишемический инсульт у людей с артериальной гипертонией и тревожными симптомами в 2,7 раза выше. Таким образом, тревожное состояние – это независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И посмотрите, здесь приведены отношения шансов. Независимый фактор риска ЭБС – 1,3. Кардиальных осложнений – 1,7. Смерти после инфаркта миокарда отношения шансов – 1,2. То есть все статистически значимо. Я бы хотела привести вам одно из исследований, исследование старости на ИС-авторах, опубликованное в 2004 году, которое показывает, как тревога у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями влияет на осложнение этих заболеваний. Посмотрите, 735 пациентов, продолжительность наблюдения – 32 года, длительное исследование. Так вот, оказалось, тревога увеличивает вероятность фатального инфаркта миокарда в 1,9 раза, риск внезапной смерти в 4,5 раза. Огромные цифры. Те цифры, которые пугают, соответственно, и даже нас, докторов-кардиологов. По сути дела, мы с вами говорим, что тревога и соматическое здоровье – это порочный круг. Это так называемый тревожный соматический континуум. Посмотрите, при тревожных расстройствах гиперактивность гипоталяма гипофизарно-надпочечниковой системы, дисбаланс симпатической и парасимпатической нервной системы – это приводит к нарушению всех видов обмена и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В основе патогенеза тревожных расстройств – это понятно – дисбаланс между процессами возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Давайте посмотрим, что же происходит в данном случае, к чему приводит этот дисбаланс. Итак, воздействие стрессорных факторов, длительное воздействие, либо сильное возбуждение, приводят к повреждению внутриклеточных структур, то есть нарушению функций нейронов. Это нарушает фосфолипидную структуру наружной мембраны и выработку гамма-аминомасляной кислоты, то есть ту гамма-аминомасляную кислоту, которая успокаивает нас с вами. Но мы видим, что происходит одновременно усиление действия глутамата, то есть тревожного гормона. Именно поэтому преобладают процессы возбуждения над торможением при тревоге и депрессии. Клинические проявления тревожных расстройств хорошо знакомы докторам разных специальностей. Это беспокойство, раздражительность, нервозность, напряженность, невозможность расслабиться, конечно, нарушение сна, суетливость, ускоренная речь, нередко это приливы жары или холода, потливость. У наших пациентов очень часто чувство неудовлетворенности вдохом, которое они рассказывают в виде одышки и тоскливых вдохов, головокружение, головная боль и, конечно, нарушение работы, допустим, желудочно-кишечного тракта, мочеиспускания, сексуальные нарушения. Это все клинические проявления тревожных расстройств, которые многообразны. То есть, по сути дела, пациент имеет много жалоб, которые льются практически из этого пациента. Итак, каков алгоритм тактики врача у пациента с тревогой и сердечно-сосудистыми заболеваниями? Первое, что мы должны с вами сделать, оценить, есть ли риск суицидального поведения. Если да, то все, мы консультируем у психиатра, другого здесь нет. Если вы оценили и риска суицидального поведения нет, приступаем к проведению опроса, анкетирования. Используем опросник генерализованных тревожных расстройств номер 7. Итак, если уровень тревоги по этому опроснику более 10 баллов, это прерогатива психиатра. Если уровень тревоги менее 10 баллов, это прерогатива терапевта, кардиолога, того врача, который беседует и лечит пациента. Уважаемые коллеги, я вам представляю этот опросник, он очень прост в использовании. Давайте посмотрим вот на первый столбец в этом опроснике. Итак, то, что мы, те вопросы, которые мы задаем пациенту. Есть ли у вас нервозность или тревожность, неспособность остановить или контролировать беспокойство, слишком сильное беспокойство о разных вещах. Вы не можете расслабиться, суетливость, вы легко раздражаетесь. И дальше пациент отвечает, насколько длительно его беспокоят вот те или иные нарушения. И далее по суммарному количеству баллов мы и работаем. Как я уже говорила, более 10 баллов, это прерогатива психиатра, менее 10 баллов, терапевт, кардиолог или иной доктор. Итак, мы с вами должны прекрасно понимать, что работа с психосоциальными факторами – это работа доктора, терапевта, доктора-кардиолога и любого доктора. И вы видите, что мы будем назначать небензодиазепиновые анксиолитики, к которым не развивается привыкание. Например, у нас есть в арсенале гидроксизин, этифоксин или препарат, о котором я сегодня более детально буду говорить, фабоматизол. Хотелось бы сказать о том, что наряду с клиническими рекомендациями, которые стоят на сайте Российского кардиологического общества и которые опубликованы в российском кардиологическом журнале, в настоящее время для терапевтов Национальный исследовательский институт терапии и профилактической медицины город Москва под руководством академика Драбкина и Оксаны Михайловны создали методические рекомендации для терапевтов именно по алгоритму назначения анксиолитика. И в частности препарат Афабазол, или международное непатентованное название фабоматизол, включен как одно из первоочередных средств борьбы с тревожными расстройствами. Как я уже говорила, наряду с клиническими рекомендациями для терапевтов у нас на сайте Российского кардиологического общества стоят вот эти клинические рекомендации. Кардиоваскулярная профилактика, где опять же имеется рекомендация по применению Афабазола у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что же за препарат такой Фабоматизол Афабазол? Во-первых, это российский препарат. Вы видите, он произведен в ней фармакологией имени Закусова, где созданы известные многие российские препараты. Перед вами разработчик молекулы Афабазола Сергей Борисович Серегенин, российский ученый-физиолог, фармаколог, академик Российской Академии Наук. Именно он явился разработчиком этой молекулы. Ну а теперь, коллеги, совсем немного на механизме действия Афабазола. Итак, основа его действия – активация 7-1 рецептора. Благодаря этой активации восстанавливается нарушенная структура функций нейронов. Происходит восстановление рецепторов гамма-аминомасляной кислоте на наружной мембране. Именно нормализация связывания гамм с рецептором способствует восстановлению нейропротективному действию. И вот он второй эффект – подавление пресинаптического возбуждения глутамата, именно агрессивного глутамата. Благодаря этому происходит восстановление естественных процессов возбуждения и торможения. Давайте посмотрим более детально, где же у нас находится в центральной нервной системе сегма-1 рецепторы. Вот сюда посмотрите на зеленую часть слайда. Во-первых, они располагаются на мембранах эндоплазматического ретикулума и митохондри. И взаимодействуют, вы видите, с белками инозитол-трифосфатного рецептора, заответствуют с белками БИП, то есть биндин и моноглобулин протеин, с G-протеином. Это обеспечивает модуляцию токов кальция и образование энергии АТФ-митохондрии. Второе их место локализации – на наружной мембране, там, где происходит взаимодействие с соонными каналами и рецепторами. И третье, давайте посмотрите, видите, желтые, соответственно, кружочки – это сигма-рецепторы. На оболочке ядра, вот он, нуклеус. Оказывается, активация этих рецепторов и накопление глютамата способствует влиянию на транскрипцию гена. Механизмы противотревожного и нейропротекторного действия. По сути дела, это то, что я сказала в предыдущих слайдах. Во-первых, подавляется глутамат, глутамат индуцированная, эносинтетаза, тревожный глутамат. Второе, пролонгируется высвобождение ионов кальция из эндоплазматического ретикулума и митохондрии. Активируется цикл Крепса и синтеза АТФ в митохондриях – это дополнительная энергия. Увеличивается биоэнергетический потенциал нейронов. И вы видите, это обеспечивает защиту нейронов, восстановление структур и функций нейронов и нормализацию процесса торможения и возбуждения. Исчезает этот дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервной системой. Но у нас есть еще так называемые дополнительные нейрорецепторные мишени. Это регуляторный участок моноаминоксидазы А, который обеспечивает легкое антидепрессивное действие, в отличие от ингибиторов МАО. Мы помним с вами это длительное использование ингибиторов МАО, но они являются необратимыми. Они имеют огромное количество побочных эффектов. И еще одна дополнительная мишень – это рецепторы к мелатонину МТ1 и МТ3. Это обеспечивает регуляцию циркадных ритмов. Вот такой сложный механизм действия у этого препарата, но вы видите, насколько замечательные положительные эффекты, которые снимают тревогу и депрессию. Следует сказать, что в 2014 году Всемирная организация здравоохранения внесла препарат Афабазол под международным непатентованным названием Фабаматизол, посмотрите вот сюда, и присвоила код АТХ. И теперь он, вы видите, есть в мировой практике. На самом деле мне бы хотелось отметить благоприятный профиль безопасности Афабазола. Следует сказать, что он не относится к производным бензодиазепинам. И поэтому он не оказывает прямого действия на ГАМК, бензодиазепиновый комплекс. Поэтому он не обладает седацией. Поэтому не снижает концентрацию внимания. И с этим препаратом можно водить автомобиль. Он не вызывает привыкания. При отмене этого препарата мы не видим синдрома отмена. Он не вызывает лекарственной зависимости. И, как я сказала, синдрома отмена. Вы видите, что показания к применению Афабазола широки. Это различные генерализованные тревожные растворства практически при всех соматических заболеваниях. Как же выпускается препарат Афабазол? Перед вами как раз два-две формы выпуска. Таблетки 10 мг короткодействующий препарат, тогда 3 раза в сутки. И таблетки с пролонгированным высвобождением. 30 мг один раз в сутки. Курс 2-4 недели при выраженной тревоге и стрессе можно давать до 3 месяцев. На самом деле, уважаемые коллеги, если посмотреть доступную литературу, то в настоящее время более 80 публикаций, описывающих изучение эффективности и препарата Афабазол в медицинской практике с участием суммарно более 5000 пациентов. И я бы хотела сейчас привести одно из исследований, где сравнивался препарат Афабазол с препаратом Диазепан по динамике суммарного балла тревоги по шкале Х. Если мы посмотрим с вами вначале на исходное начало терапии, то шкала суммарный балл тревоги был одинаков. После назначения и проведения курса Афабазола и Диазепама мы видим, насколько голубые столбики был эффективен Афабазол. И через 10 дней после отмены препарата вы увидите следовые реакции и накопление препарата Афабазол и его преимущества перед Диазепамом. А если мы с вами оценим, как Афабазол действует на проявление тревоги у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, это были пациенты с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, фибрилляцией предсердия, то посмотрите, 107 госпитализированных пациентов. При назначении этого препарата и приеме в течение трех недель наблюдалось снижение тревоги, нарушение сна, соматовегетативных расстройств, когнитивных расстройств у этих пациентов. Что еще было характерно в данном случае? Это я продолжаю исследование Медведева, опубликованное, соответственно, в 2013 году. Оказалось, что у пациентов, наряду со стандартной терапией, если добавить препаратов Абазол, отмечалось снижение раздражительности, страхов и тревожных опасений на 3-7 день, редукция трудности засыпания на 7 день, значимое уменьшение соматовегетативных и когнитивных нарушений на 14 дней, а наиболее выраженное терапевтическое действие на 28 день терапии. Итак, Абазол значимо статистически уменьшал симптомы тревоги и соматовегетативных расстройств у кардиологических больных. Еще одно исследование, которое бы мне хотелось представить, исследование наших российских авторов, это исследование Калинина и соавторы, 2009 год, как влиял курс Абазола на влияние диастолического и систолического давления у пациентов с гипертонической болезнью и тревогой. Посмотрите, синие диаграммы – это назначение стандартной антигипертензивной терапии, два препарата, зеленая диаграмма – добавление Абазола. Вы видите статистически значимое снижение диастолического и систолического давления именно в группе Триады, там, где произошло добавление Абазола. Давайте посмотрим еще одно исследование. Как влияет Абазол на пароксизм и фибрилляции предсердий. Исследование известного аритмолога татарского, также опубликованное в 2007 году. 45 пациентов с пароксизмом фибрилляции предсердий. Вы видите, что эффект – значительное уменьшение пароксизма фибрилляции предсердий. Уменьшение не только пароксизма фибрилляции, но и других аритмий – наджелудочковых и желудочковых. Фибрилляции предсердий и трепетания предсердий. И это мы все видим в группе Абазола. Длительная терапия препаратом Абазола улучшает течение артериальной гипертонии у пациентов с повышенным уровнем тревоги и даже уменьшение частоты госпитализации. Поэтому в заключении я бы хотела остановиться вот на таком резюме. Что нужно сделать доктору? Первое – исключить суицидальное поведение при его признаках на правильный психиатру. Дальше – использовать шкалу БТР-7 для оценки степени тяжести и назначения анксиолитика. Ведь мы должны всегда помнить, что люди, страдающие различными расстройствами в психоэмоциональной сфере, умирают на 20 лет раньше. И мы с вами тоже должны помнить, что 40% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют психоэмоциональные нарушения. Так, уважаемые коллеги, давайте лечить пациентов комплексно. Не только лекарственными средствами, антигипертензивными, антиангенальными, но и лечить так, чтобы убирать психоэмоциональные нарушения. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Павел Андреевич. Спасибо. Ну, не могу не задать вопрос, хотя понимаю, что, скорее всего, ответа не будет на него или будет отрицательный. Есть ли рандомизированные исследования? Я хотела сказать, что ответ действительно будет отрицательный. Крупных клинических исследований, рандомизированных, нет. Исследования, которые я здесь показала, это наши российские исследования, которые в комплексе, конечно, уже, как я сказала, почти 5000 пациентов, но, тем не менее, крупных стандартизированных клинических исследований нет. Смотрите, вопрос же не в крупности, вопрос в рандомизации. Рандомизации не было. Рандомизированные больные – это один разговор, это убедительно. А когда просто крупные и непонятно что, это неубедительно. И сколько раз мы говорили с компанией, которой это производишь, и ребята, ну, понятно, у них маркетинг простой, они его пускают, так сказать, в рекламу и его покупают. Но убедительных доказательств нет. Может быть, это все-таки неправильно, потому что ваша последняя сентенция, что лечить гипертонию надо там вместе с афобазом, а может, вместо гипотензивных препаратов это тоже можно использовать? Что значит нет? Почему нет? Кто сказал, что нет? Кто сказал? Вы знаете, Павел Андреевич, я вот, может быть, немножечко вас прерву, да, вы правильно сказали. Во-первых, я ответила, да, действительно, отрицательно рандомизированных исследований нет, я согласна. Второе, есть гипертония, конечно, первой степени. Вот там, где у нас у пациента постоянно дисбаланс, то он самотоформная дисфункция с гипертонизированным синдромом, то гипертоническая болезнь первой степени, первой стадии. Вот здесь возможно как раз без антигипертонизированных препаратов и назначить анксиолитики. Но когда мы с вами выходим на вторую и третью стадию... Нет, ну я понимаю, мы же не говорим про гипертонизацию, но тем не менее, по 0,9, как всегда, да, болезнь, она в основном мягкого течения, и есть больные тяжелые. Тяжелых оставим в покое. Их там... Мягкое среднее тяжелое. Только усекновением головы можно вылечить тяжелую гипертонию, извините за выражение. Но мягкие начальные формы, особенно у молодых, у которых без конца это все там гуляет в голове, черти что, они на это реагируют давлением. Это на самом деле ведь и не гипертония, по большому счету, это именно гипертоническая реакция на психически какие-то стрессовые, не стрессовые, как хотите, назовите. Соматоформная дисфункция вегетативной системе. Пожалуйста. Я понимаю, что можно для всего придумать умные названия, но на самом деле действительно... Очень много таких больных. И, наверное, если этот препарат был бы с доказанной эффективностью, то его надо было бы прям втыкать во все клинические рекомендации в качестве базовой терапии. Я с удивлением обнаружил, что у нас в рекомендациях клинических по гипертонии бета-блокаторы как-то не очень присутствуют. Вы не видели такого, нет? Я видела такое. Мы, очевидно, идем в большей степени... Куда мы идем, я не знаю. ...рекомендации, где там стали отходить от бета-блокаторы. Куда нас ведут, я тоже не знаю. Ну и вот все, очевидно, так же, да. Я уж не говорю про клофелин. Кстати, на Западе-то он есть, а у нас его вообще не упоминается. Я понимаю, что это сейчас уже не препарат первого выбора, но почему его забыть вообще? Препарат резерва был очень хороший. Да какой же резерв? Гиметон, это был препарат номер один. Вспомните, сколько народ за ним бьет. Наши ременадам. И он прекрасно снижал тяжелые гиперкризы и сейчас снижает. Но его нет в рекомендациях. Почему? Да, действовал через центральную нервную систему. Да, да, метилглопы там и так далее. Да там полно препаратов из этой группы. Они, я еще раз говорю, в западных рекомендациях вы их найдете, у нас нет. Ну ладно, это так, я в сторону немножко. Хотя, конечно, тема присутствует, потому что связь, ну как минимум гипертонии с психическим состоянием людей, она совершенно очевидна и здесь надо что-то думать. Так, какие-то вопросы появились у нас, я что-то пропустил. Бетаблокеры ввели снова. Когда ввели, куда ввели, надо проверить, потому что я недавно смотрел, там их не было. Ну я их не нашел, во всяком случае. Ну или там гипертоническая болезнь, плюс и шимическая болезнь. Вот там они стали препаратами первого ряда. Ну это да, но мне кажется, что этого нет в рекомендациях. По гипертонии. По шагам. Есть, есть. Есть. Да, там есть раздел гипертония плюс и шимическая болезнь сердца, по шагам, и первый шаг начинается, как раз и плюс бета-адреноблокаторы. Ну я посмотрю, понятно, что это первое показание, но, кстати говоря, вопрос в том, что является ли это препаратами выбора бета-блокаторов в этой ситуации, или же они являются препаратами, которые добавляются на фоне, там, другой терапии. Ну, я сейчас не хочу дискутировать, да, если мы в сторону уйдем, просто это тема, которая меня задела, я как-то, я привык к старым препаратам. Не вижу, почему нужно от них совсем уж так уходить. Так, хорошо, вопросов нет, тогда мы, с вашего позволения, переходим дальше.